От этих специалистов напрямую зависит безопасность армейских арсеналов и складов боеприпасов. Они знают разрушительную силу огня и умеют с ним бороться. Наши специальные корреспонденты Сергей Чироков и Иван Михайлов примерили на себя профессию военного пожарного. Тепло дома, горячая пища и даже сердце автомобиля. Сегодня человеческую жизнь трудно представить без огня. Но когда его слишком много, это становится проблемой. Почему бронзбойд и скейт – вещи несовместимые? И зачем пожарным танке? Все это мы решили проверить на себе. В белорусской армии практически в каждой воинской части есть группа спасателей. Оснащенные по последнему слову техники дружины дежурят на особых объектах. Склады хранения боеприпасов, арсеналы, базы горючего. Здесь огонь вне закона, а счет времени идет на секунды. Перед каждой сменой солдаты укладывают свое обмундирование специальным способом. Сначала боевка, рукава немножко выворачиваются, чтобы в нее можно было нырнуть. Затем полукомбинезон, а защитный шлем кладется под руку, кому удобнее, и снизу праги. В гардеробе спасателей несколько видов обмундирования. В буквальном смысле на все случаи жизни. Это обычная повседневная боевая одежда пожарного. Она выдерживает температуру до 200 градусов, позволяет им работать практически во всех условиях. Но есть и специальные костюмы. Он используется для тушения пожаров высоких температур. Каких? Высоких. До 600 градусов прямого воздействия пламени он может выдержать. Начальник команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Алексей Стройкин спас не одну человеческую жизнь. Он не раз боролся с разгулом стихии и знает, чего стоит ее свобода. Вот так вот выглядит пожарный, которому надо подобраться вплотную к огню. Против опасной стихии у огнеборцев десятки аргументов. От обыкновенной бензопилы до крупнокалиберных водяных пушек. И только у военных есть пожарный танк. Гусеничная пожарная машина на базе танка Т-54. 9 тонн воды и почти тонна пенообразователя. И все это подается со скоростью 60 литров в секунду. Экипаж боевой машины всего два человека. Механик-водитель, который находится слева от меня. И, соответственно, командир экипажа, роль которого я сейчас исполняю. Запускается лафетный ствол довольно-таки просто. Сначала запускаем двигатель, после этого открываем несколько вентилей с подачей воды или пенообразователя. Ну и после этого управляем такой вот пушкой водяной при помощи небольшого джойстика. В принципе, как в компьютерной игре. Броня надежно укрывает экипаж от газа, пламени и осколков. В это время расчет наносит удар по огню. Самое сложное здесь это наблюдать за очагом возгорания, потому что делать это приходится через небольшие триплекса, как в настоящем танке. А обзорное стекло закрывается бронелистом. Танки используют для тушения пожаров в особо опасных условиях. На обычных выездах применяют колесную технику. Это пожарная автоцистерна. Ее вес 28 тонн. Это фактически две боевые машины пехоты. Но несмотря на такие габариты, она может разгоняться до 110 км в час. Но это не главные ее плюсы. Самое важное в ней – это начинка. Сейчас мы на нее не только посмотрим, но и проверим в деле. В машине более трех десятков наименований оборудования. Насадки на стволы, различные рукава, специальные лестницы, гидроэлеватор. Все пожарные автомобили устроены таким образом, чтобы можно было осуществлять забор воды из других источников. Резервуаров, гидрантов. Обычно пожарный автомобиль может забрать воду даже из болота. Есть у пожарных и специальный аварийно-спасательный инструмент. К примеру, вот такие гидравлические ножницы. Они способны создать усилие в 720 атмосфер и режут металл практически как масло. Это ствол-пробойник. Его используют для тушения внутренних пожаров. Например, в фюзеляже самолета или двигательном отсеке. У нас ни того, ни другого не оказалось. Поэтому мы взяли 200-литровую бочку и устроили в ней маленький пожар. Раз, два, три. Вот так происходит тушение пожара внутри стен, даже если будут они плотно стоять. Такие пожары в числе самых опасных. Внешне они не особо заметны, но могут привести к серьезным последствиям. Для их ликвидации используют более мощное оружие. Перед тем, как приступить к тушению пожара, спасатели порекомендовали нам просто попробовать удержать ствол подачи воды при средней нагрузке. Вода подается постепенно. Когда нагрузка достигает 25 атмосфер, вдвоем мы не справляемся. Ноги в буквальном смысле отрываются от земли. Нас уже трое! Старо! Крайне сложно. Руки отнимаются. Зато помылся. Давление, которое создает этот ствол, равняется примерно 15 атмосферам. Для того, чтобы вы могли увидеть это давление в действии, мы встали на скейт. Стой, 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 закрывай! Старо! Теперь можно сработать и с огоньком. Вода один, к выезду готов? Вода один готов, выезжаем. Чтобы все было по-настоящему, мы приготовили реальный автомобиль и даже настоящего пострадавшего внутри него. Знакомьтесь, Иван Иванович Деревяшкин. Прибыв на пожар, надо определить, что горит, где для того, чтобы выбрать правильно огнетушащий состав, правильно выбрать решающее направление тушения пожара, необходимое количество сил и средств. Машина пылает. Надо создать воздушную подушку и сбить пламя. Главное, чтобы не пострадал наш деревянный пассажир. Сейчас ребята приступают к эвакуации Ивана Ивановича Деревяшкина. Пожарные используют автоматические гидравлические ножницы. Один режет, другие укрывают пассажира от осколков стекол. Все крайнее, и можно будет снимать крышу и доставать нашего пострадавшего. Нужна ли ему помощь? Ну что, родной, как у тебя дела? Как думаешь? Иван Иванович Деревяшкин остался цел и невредим. Ну, в пене ноги подмочил, я думаю, это не страшно. Ноги можно высушить. Главное, что сам не сгорел. Молодцы, ребята, классно сработали. КОНЕЦ